МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Добро пожаловать в Биверкриг Кафе. Сегодня я общаюсь с двумя легендами. На их счету 39 побед на этапах Кубка мира, 23 медали, завоеванных на чемпионатах мира и 13 олимпийских наград. Ласса Кьюз и Чьетиль Андре Амот. Добро пожаловать в Биверкриг Кафе. Большое спасибо за приглашение. Итак, класс, Чьетиль, чем вы занимаетесь, ребята, в настоящий момент? Ну, мы работаем так же, как и все. Вот чем ты занимаешься после того, как завершается твоя спортивная карьера. Пытаемся организовать свое дело. У меня собственная компания в Норвегии. То есть компания, которая принадлежит твое имя. Да, я занимаюсь пошивом одежды. Компания по пошиву одежды. Да, он прячется за этим настоящим. Он занимается охотой, пилот. Управляет своим аэропланом. Это очень опасно. Ну, а чем ты занимаешься, Чьетиль? А я всегда его поддерживаю. За его спиной стою. Если у меня какое-то сложное дело, я всегда зову его. 16 лет назад вы вошли в историю горнолыжного спорта, завоевав медали в каждом виде программы на чемпионате мира. Какие воспоминания у вас остались? Вопрос Ласса Кьюз. Ну, что я помню? Во-первых, это приятное время. Когда ты выходишь на старт, на дистанцию, ты чувствуешь себя хорошо. Ты пытаешься добраться до финиша, пройти трассу как можно быстрее. Эти 10 дней действительно запомнились мне надолго. Все сложилось так, как я и планировал, так, как я и хотел. Но в конце каждого дня, в конце каждой дисциплины, я удивлял, в том числе и себя, фантастические 10 дней в моей карьере. Это было фантастические 14 дней. А ты сумел победить, Чьи Тиль, своего соперника в комбинации? Да, это единственный вид программы, на который я действительно мог рассчитывать. Могу сказать, что я предстал универсальным горнолыжником. Выложился по полной. Ласса был вторым в скоростном спуске, вторым с лалами, так что ни единого шанса в комбинации. Конечно, я был счастлив, что опередил Ласса, ведь он завоевал пять медалей на том чемпионате мира. Это рекорд среди горнолыжников. Не думаю, что подобное может случиться в настоящий момент, но, может быть, за исключением девушек, там может показать такой же результат Славенко Тины Мазе. Ну что же, давайте вспомним, чем закончилась суперкомбинация, которая состоялась накануне у мужчин. В воскресенье они выявляли лучшего, так называемой альпийской комбинации. Первая попытка этой дисциплины – скоростной спуск, а вторая – с лалом. Неудачу постигла не Чеха, он дрыжая банка, который упал перед финишной чертой во время прохождения трассы скоростного спуска. И эта неудача позволила Марселю Хиршеру, главному слаломному специалисту, попасть в число 30 лучших по итогам скоростного спуска и, соответственно, стартовать первым на чистой трассе. Да, ситуация складывается гораздо лучше, чем я ожидал. Два прохода в тренировках по дистанции скоростного спуска немного подбодрили меня. Конечно, я не являюсь фаворитом, но если будет шанс попасть на подиум, я сделаю все возможное. Австриец стал единственным, кто прошел дистанцию с лалома меньше, чем за 50 секунд. 49.93. Таким образом, Марсель Хиршер стал чемпионом мира в суперкомбинации, отыграв трехсекундное отставание от Читиля Янсруда на слаломной трассе. Для победы всегда нужна удача. Мне повезло, что сегодня теплая погода. Если бы температура оказалась пониже на 5-10 градусов, то трасса больше бы подходила для других ребят, таких как Читиль Янсрут. Он великолепен в скоростном спуске. Просто хорош. Но, повторюсь, без доли везения никуда. Тед Лигетти стал бронзовым медалистом. Для него это уже шестая медаль на чемпионатах мира. Ну, а что касается Читиля Янсруда, то великолепный проход. В скоростном спуске он, в принципе, подтвердил и неплохим проходом по слаломной дистанции. В итоге норвежец стал вторым, отстав от Марселя Хиршера на 19 соток секунды. Первая медаль на чемпионате в Биверкриг для лидера Кубка мира. Я тренировал с Лалом и всегда надеялся, что когда-нибудь эти тренировки воздадутся. Конечно, я счастлив своим проходом в скоростном спуске. Я сумел выиграть три секунды у таких ребят, как Марцель, Тед, Костылич. Конечно, я понимал, что мне нужно атаковать, если я хочу побороться за медаль. И завоевать награду, пусть и не золотую, а в комбинации – это всегда здорово. Итак, Ласса и Читиль, что вы думаете по поводу суперкомбинации у мужчин? Фантастическая гонка, лучший специалист в скоростном спуске Читиль Янсрут здорово провел свою коронную дисциплину. Ну а Хиршеру повезло, что в итоге он попал в тридцатку сильнейших. И за падение у Андрежея Банка лучший слаломный специалист против лучшего специалиста в скоростном спуске. Ну вот из этого и состоит суперкомбинация. Да, и медаль, в конце концов, досталась Янсроту. Да, это здорово. Он заслужил медаль на этом чемпионате мира. Да, вполне возможно, что успех пришел к нему не на той дистанции, где мы все рассчитывали. Конечно, он был фаворитом супергиганте. Но вы знаете, когда вы завоевываете медаль в комбинации, то вы чувствуете себя очень усталым и в то же время очень довольным. Победив в одной дисциплине, да, вы испытываете чувство адреналина. Но вот мы в свое время выступали сразу в трех видах суперкомбинации. Суперкомбинация состояла из трех проходов. И вы представляете, как нам было тяжело. После двух раундов ты должен был настраиваться на третий спуск для того, чтобы сохранить свои медальные перспективы. Ну да, вот авария, падение у Андрежея Банка также сделало свое дело. Но это часть скоростного спуска. Здесь нужно быть очень аккуратным. Скоростной спуск – самая яркая дисциплина в горнолыжном спорте. Но когда все проходит со стопроцентным контролем, кажется, что все дается легко. Но подобные падения никто от них не застрахован. Ну что же, скоростные дисциплины на чемпионате мира подошли к своему завершению. И давайте с вами вспомним. Подведем итоги первой недели. Супергигантия у девушек. Все внимание было приковано к американке Лин Сивон. Лин Сивон показала лучшее время, но следом ее время перекрыла Тина Мазе. Но и Тине не удалось завоевать супергигантия золота, ибо лучше других выглядела австрийка Анна Феннингер, которая опередила Словенко на 0,03 секунды. Но Тина реабилитировалась и взяла реванш у Анны Феннингер в скоростном спуске. Сумев опередить, Феннингер уже на 0,02 секунды. Ну а вот Лин Сивон разочаровала. Она должна была стать королевой домашнего чемпионата мира. Но в итоге пятое место. Конечно, разочаровывающий результат для болельщиков американской горнолыжницы. Что касается мужчин, то в супергиганте победу отпраздновал австрийец Ханас Райхель. Один из неудачников прошлого сезона. Из-за травмы Ханас пропустил Олимпийские игры в Сочи. И вот теперь столь эмоциональная и яркая победа в Супер-Джи. Сенсацию преподнес канадец Дастин Кук. Он стал не вторым. Тройку сильнейших замкнул француз Адриэн Тео. Все ожидали увидеть на подиуме Бода Миллера. Но падение 37-летнего американца поставило крест на его перспективах на этом чемпионате мира. Глубокий порез на внутренней стороне ноги. И для Бода Миллера чемпионат завершен. В скоростном спуске успех сопутствовал швейцарским горнолыжникам. Победу отпраздновал швейцарец Патрик Кюн. Три года назад он одержал в Биве Крик свою первую победу на этапе Кубка Мира. Его долгожданный успех на чемпионате мира. Еще один швейцарец Биат Фойт стал третьим. Ну а порадовал местную публику американец Тревис Ганон, который стал вторым. Лассо Читиль, что вас больше всего поразило в скоростных дисциплинах? Ну я думаю, что, наверное, выступление Марселя Хиршера. Потому что он был на протяжении многих лет обладателем Кубка Мира. И сегодня он показал свою многопрофильность. Да, были великолепные гонщики на пьедестале почета. Да, Тед Лиггетти после трех медалей, завоеванных на прошлом чемпионате мира, вновь доказал, что может бороться за награды. Ну и, конечно же, Читиль Янцер. А что вы можете сказать по поводу противостояния Мазе и Феннингер? Ну это две великолепные горнолыжницы. Конечно, у Тины Мазе есть шанс показать великолепные результаты, побить ваш рекорд. Но нет, побить не получится, но она может завоевать пять медалей на этом чемпионате мира. Да, шансы такие есть. Это уже является большим достижением. Итак, здесь три норвежца. Мы говорим о норвежских горнолыжниках. Как складывается для представителей вашей страны этот чемпионат мира. Ну, во-первых, надо сказать слова благодарности Свинделю. Он впечатлил меня, что так быстро сумел восстановиться после тяжелой травмы. И, в принципе, сумел показать достойный результат. Шестое место в Супер-Джи, в скоростном спуске. Он был близок к попаданию на пьедестал почета. Он восстановился за рекордные сроки. Конечно, немного разочаровал Янцер в скоростном спуске и в Супер-Джи, где он считался главным фаворитом. Но все-таки он сумел завоевать медаль, пусть и в суперкомбинации. Он неплохо проявил себя в слаломе и стал серебряным медалистом. Я думаю, что для Янцерда это абсолютно новый опыт. Он приехал сюда в роли главного фаворита. А справиться с таким давлением весьма непросто. Тем более для человека, у которого, по сути, не было подобного опыта. Так что для него это тоже существенный шаг вперед в борьбе с самим собой. Ну, а вспомните, пожалуйста, когда Аксель появился впервые в составе норвежской сборной, как вы отреагировали на представителя молодого поколения? Ну, все девушки сразу же обратили внимание на него. Он был очень высоким, а мы сразу оказались в его тени. Большое спасибо. Ну что же, поздравляем сборную Норвегии. Наконец-то у вас есть медаль. На одну больше, чем у представителей Швеции. Да, очень важно победить шведов на этом чемпионате мира. Большое спасибо, что приняли участие в программе «Бивер Крик Кафе». Ну а сегодня мы пристально будем следить за женской суперкомбинацией. Сумеет ли Тина Мазе в очередной раз подняться на пьедестал почета? Смотрите прямые трансляции на телеканале «Евроспорт». До вечера!